Дети Герои Великой Отечественной Войны Началась Великая Отечественная Война, которая продлилась 4 года Война рассказать можно о многом, о разных битвах, о блокадном Лилинграде, о партизанском движении, о концлагерях, о том, как в тылу ковалась победа Дети рано стали взрослыми, они заменили взрослых на заводах, в полях, воевали в действующей армии и в партизанских отрядах Вчера мы писали диктанты, чертили на досках круги, а утром уже интенданты нам выдали сапоги Дети сражались, совершали подвиги и были награждены орденами и медалями, удостоены званиями Героя Советского Союза Многие из них награждены посмертно Сегодня мы узнаем о судьбах обыкновенных мальчишек и девчонок, которые бегали, прыгали, учились, играли, разбивали носы и коленки Их имена знали только близкие родственники да друзья, но пришел час, и они показали, как огромным может быть маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к ее врагам На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий и горе военных лет И они не согнулись под этой тяжестью, а стали сильнее духом Мужественнее, выносливее Маленькие герои Большой войны сражались рядом со взрослыми, отцами и братьями Сражались повсюду, на море, как Боря Кулешин, в небе, как Аркадий Каманин В партизанском отряде, как Леня Голиков В Брестской крепости, как Валя Зенкина В керченских катакомбах, как Володя Дубинин Их повзрослевшее детство было наполнено испытаниями Что придумая их даже самый талантливый писатель, трудно было бы поверить Но это было в нашей истории страны Было в судьбах маленьких граждан, поэтому люди называют их героями Детей-героев было много, обо всех мы вам не сможем рассказать Но с судьбами некоторых хотели бы вас познакомить Леня Голиков Он был, как и вы, школьником Жил в деревне в Новгородской области В 1941 году стал партизаном Ходил в разведку Вместе с товарищами взрывал вражеские склады, мосты Леня собирал сведения о численности и вооружении врагов Используя его данные, партизаны освободили свыше тысячи военнопленных Разгромили несколько фашистских гарнизонов Спасли многих советских людей от угонов в Германию Сам Леня уничтожил 78 фашистских солдат и офицеров Участвовал в подрыве 27 железнодорожных и 12 шоссейных мостов 8 автомашинцев с боеприпасами Леня подбил гранатой легковой автомобиль, в котором ехал фашистский генерал Генерал бросился бежать Но Леня метким выстрелом уложил захватчика Забрал портфель с ценными документами И доставил в партизанский лагерь 2 апреля 1944 года он погиб Леня присвоено звание Героя Советского Союза Марат Козей Белорусский пионер Марат Козей начал свой боевой путь с первых дней войны Он распознал фашистских десантников, переодетых в форму красноармейцев И сообщил о них пограничникам Вражеский десант был полностью уничтожен Марат был разведчиком у партизан Не было случая, чтобы он не выполнил задания Марат был награжден медалями за боевые заслуги, за отвагу Марат погиб в бою Сражался до последнего патрона А когда у него осталась лишь одна граната Подпустил врагов поближе и взорвал их И себя За мужество и отвагу пионер Марат Козей Был удостоен звания Героя Советского Союза В городе Минске поставлен памятник юному герою Но встречу им в свое бессмертие Он сделал несколько шагов И грохнул взрыв И грозным смерчем смело озлобленных врагов Зина Портнова Война Зину застала в деревне, куда она приехала на каникулы Она участвовала в дерзких операциях против врага Распространяла листовки Зина Портнова ходила в разведку Участвовала в диверсиях Уничтожила не один десяток фашистов Ее выдал предатель Однажды, когда партизанка, выполнив очередное задание, возвращалась в отряд Она попала в руки к гитлеровцам На допросе, схватив лежащий на столе пистолет Она застрелила двух фашистов Но бежать ей не удалось Ее допрашивал четвертый день подряд фашистский офицер, увешанный крестами Ей руки за спину выкручивал солдат Ее хлистала плеть Йогнаили в яме Отважная юная патриотка Была зверски замучена До последней минуты Оставалась стойкой Зинаиде Портновой Присвоено высокой звания Героя Советского Союза Валя Котик Он родился в селе Хмелевка Шепотовского района Хмельницкой области Когда в Шепотовку ворвались фашисты Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом Ребята собрали на месте боев оружие Которое потом партизаны на возу сеном переправили в отряд Присмотревшись к мальчику коммунисты доверили Вале быть связным И разведчикам своей подпольной организации Он узнал расположение вражеских постов Порядок смены караула Валя вместе с мамой и братом Виктором ушел к партизанам Пионер, которому только-только исполнилось 14 лет Сражался плечом к плечу со взрослыми Освобождая родную землю На его счету 6 вражеских эшелонов Взорваны на пути к фронту Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны 1 степени Медалью партизану Отечественной войны 2 степени Валя Котик погиб как герой И родина посмертно удостоила его звания Героя Советского Союза Мы вспоминаем о боях недавних Точно не знает никто Сколько храбрых сердец молодых беззаветно служили народу Пионеры и тысячи их, кто погиб за страну и свободу Их могилы ты всюду найдешь На дорогах минувших пожарищ Если ты, юный друг, где-то рядом пройдешь То сними свою шляпу, товарищ Их имена мы должны помнить А сейчас я хочу поздравить вас С наступающим праздником Великой Победы Пожелать вам мирного неба над головой И безграничного счастья Всем пока